Всем привет! Тибия Кастраша! Сегодня мы рассмотрим еще несколько Тибия Хайден Плейс, Тибия Секретс. Первое место это рядом с Таисом, мост в переходе на Веноро Казардун. Место находится прямо рядом с мостом, то бишь вот слева здесь мы переходим и поднимаемся наверх. Не в этой клетке, а вот назад сейчас дадим, вот отсюда. Поднялись, тут в принципе выступ такой небольшой в горы и есть еще один подъем, здесь мы вот не сможем никуда подняться, потому что там нет ничего. Вот здесь мы сможем подняться еще на даже выше, в принципе здесь можно стоять авком, но единственный минус, то что вас снизу будут видеть. Сейчас покажу откуда видно это место вообще. Тут что-нибудь мы спустились, да, и вот с этой стороны моста видно, и вот отсюда будет видно, кто будет заходить в циклоп, в гору эту, все будет видно. Поэтому не стоит долго стоять дявками здесь, потому что вас быстро спалят. Так, ну и переходим к второму месту. Второе место у нас тоже Таис, мы в этом ролике вообще рассмотрим все места, которые находятся в Таисе. Значит, одно из этих мест уже было участниками нашей группы как-то рассмотрено, ну просто о том, что где, мол, копать. Это была Ксюша, она просто показала, где копать, но дальше туда не пошла, потому что сама цель ее видео была не о том. Сейчас я покажу, как туда пройти, и что там вообще внутри находится. Скорее всего, многие из вас уже знали это место, были там, знают, как оттуда выйти, и что за монстры там вообще находятся. Но вот для тех, кто не знает, я все-таки покажу place. Он находится в том месте, где мы обычно покупаем блеса. Это самый первый блес, который создается в Таисе. В том же храме. К нам, ну, здесь мы их берем, а нам нужно вниз. Копаем вот здесь. Тут, в принципе, ничего такого сложного-то нет. Здесь демон скельтон идет, потому что здесь таких монстров повесили. А все остальное это мелочушка, типа крысы, ротворные, пчелые и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мы видим золотую дверь для 25-го уровня. Здесь многие, скорее всего, бывали. Здесь банши. Я ее уже убил, кто-то. Как мы ранее заметили, там уже были трупы ротворомов. Скорее всего, где-то здесь кто-то уже уходит, схатится. Выше поднимаемся здесь будут сталкеры. И, соответственно, еще выше этажом мы попадаем на такой полуостровок, который находится рядом с циклопами. Еще дальше от города. Здесь вот вправо там циклопник небольшой. Влево Минотару, это как на Фибу уйти. Я, в принципе, сейчас в ДВЗ добегу и покажу. Следующее место тоже будет в Таиси. Так, у нас следующее место. Оно также в Таиси, в Минтвалене. Все там раньше хантились. Недалекие 2000-е. Местечко по дороге в Минтвален. Сейчас покажу, как вообще туда пройти. Там, в принципе, нет вообще никаких монстров. Это просто Hide and Blaze, где можно раскопать и стоять тут, трениться. Ничего такого особенного. Продолжение следует... Вон здесь мы попадаем в некий оазис такой под землей. Вроде ничего особенного, но здесь есть местечко, которое можно раскопать. Мы попадем в еще одну зону. Там небольшой мини-квестик. Он в том ящике, где бутылка синяя валяется. По-моему, наши, то ли сюрикены. Ну, вот здесь видно уже, кто-то стоял на трейне. В принципе, еду здесь взять негде. В этом озерке не ловится. Моча чья-то. Ну и вот такого рода местечко. Тут кроватка. И вот под той синей бутылкой ящичек. Видим, там квестик небольшой. В принципе, все здесь больше, чем нет. Дальше. И следующее место. Справа от Таиса. Это тролли. В основном здесь мопчара бегают. Копаем вот эту дырочку. Справа от меня. Переходим еще раз в правую дырочку. Здесь идем по дорожке вправо. Потом вверх и влево. Ну, это место все знают. Это очень-очень-очень-очень. Дальше было открыто. Еще когда мы играли на новую верту в 2000-х годах. Здесь уже... Дальше на это место. Еще будут сыротворники. Вот эта монетка лежит. Сюда встаем. И витает наверх. Тут тоже, в принципе, очень особенного пара троллей. И где можно поставить по тренице. Без проблем. На общем, можно стоять тренице на троллях. Ну, соответственно, я буду от себя выбрать. Ну, и все, в принципе. Тут больше ничего такого нет. Вон, спуск назад. Вот эта дырочка внизу. А вправо здесь квест. Не помню название. Очень давно делал. Если будете вообще квесты делать по-любому, по-любому попадете сюда. Следующее место, прямо возле Депота, Таис. Это Battle X Quest. Для нукчаров. Для тех, кто не знал вообще, что такое место существует. Покажу. Покажу. Плэйс. Прямо буквально. Парень метров. Парень метров. Парень метров. Парень метров. Надеюсь, что вспомню эти копатели. Очень-очень давно это делал квест. Но до сих пор здесь есть люди такие, которые там тренинцы. Покажу. Там Battle X и Battle X. Парень метров. 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 Следующее место всем известно Это Beholder, это AIS Вообще не знаю, зачем эта дырка нужна Что в ней такого Может быть просто для фаны сделали Раньше, по-моему, даже тот некромансер Котор там стоит, давал какие-то плесень В общем, это Beholder Спускаемся вниз к ним И у верхнего Beholder Надо будет раскопать дырку Здесь Там, в принципе, вообще ничего нет То есть две решетки и мратвомы, которые под каиском находятся Следующее место Вот это у нас Заклопгората, аж самое остальное Тут есть небольшое кисточко Сейчас по памяти постараюсь запрыгнуть правильно туда, потому что это было еще давно Решил показать, может быть, кто-то не знает, что там можно заныкаться Понимаемся на второй этаж Туда, где два моста друг на другом Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова этого хвоста, хотя, по-моему, на вики он выложен, но на всякий случай тоже покажу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее местечко, опять же, в Таисе, у Циклопов, только не в горе, а которая чуть выше болота находится, Пехолдровского. Сейчас побежим туда и покажу, где есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.